О чем рассказать? Ну, как-то в званиях, медалях. Все регалии, давай. В регалиях, медалях. Да. В званиях, регалиях. Ладно, я тогда с трансформации раз начали, вы мне позволите, я немножко лирическое отступление сделаю. Меня зовут Александр, моя фамилия Удалов. Но это только то, что написано в паспорте, на самом деле, это вот, ну, абсолютно как-то неважно. По поводу регалий. Вот для меня в последних несколько дней происходят такие какие-то переосознания. И по поводу регалий идет удивительное. Может быть, у кого-то это будет созвучно, ну, вот в вашей жизни происходит, да? Я вдруг заметил, что получается, как будто я всю жизнь, вот эту жизнь, вот в этом персонаже, постоянно соревнусь сам с собой. Я достигаю какого-то результата, а потом в какой-то момент я такой думаю, надо идти дальше. И я смотрю, о, ничего, это такое крутое, как его перепрыгнуть? Ну, и вот делаю какое-то дальше действие. Это по поводу, да, шерегалий. А, например, там, я там захотел стать там психологом-тренером. Я им стал. И в 2010-м я принимал участие во всероссийском конкурсе бизнес-тренеров и стал победителем. Для меня это было. О, и я ходил с гордостью всем. Я победитель всероссийского конкурса бизнес-тренеров 2010. А сейчас я понимаю, что это, ну, ничего не такое, вообще ничего. Потом в 2013-м я отправился в кругосветное путешествие. И пропутешествовал год. Когда я вернулся, вот стали происходить вот такие встречи. И я такой говорю, я прошел вокруг света без денег, без знания языка, без вещей, без чего-то, без маршрута, без плана. Это была тоже такая планка какая-то. А сейчас я вдруг смотрю на все это и думаю, что это. И мне нужно идти дальше, но вселенная постоянно в последнее время присылала какие-то, я так назвал, зов вселенной или запрос, когда люди приходили и говорили, Саша, ну, люди хотят вот пообщаться, узнать про вот такой уникальный опыт. Я говорю, ну, раз зов вселенной пришел, значит, я, в общем, готов, я открыл вселенную, я готов отдавать. Я так понимаю, что вот наша сегодняшняя встреча, это вот такой вот запрос. Ехал сюда, вообще просто нигде даже не ныркнула никакая мысль, приехал, мне тут говорят, вот мы тут вот решили, что надо встречать. Ну, Селена я сказала, я ответил, есть, и вот мы все с вами здесь. Пришли все те, наверное, кому это нужно, и сейчас мы с вами общаемся в одном поле энергии, и, наверное, происходят какие-то процессы, возможно, если вы верите все в прошлой жизни, мы где-то в прошлой жизни встречались, и мы собрались сейчас, чтобы сказать что-то друг другу очень-очень важное. А то, что я здесь вот где-то там перед камерой, а вы абсолютно напротив, это никак не влияет на то, что кто-то из нас выше, кто-то ниже. Мы все находимся в одном едином поле Вселенной, и мы все просто пришли в этих телах, чтобы что-то сделать и что-то сказать друг другу. Итак, тема сегодняшняя получилась такая, ну, это я как понимаю, как дальше пойдет, я не знаю. Тема получилась такая, есть кругосветное путешествие, вот уже озвучил, да, без денег, без маршрута, без вещей, без знания языка, да, то есть вот так вот, без всего. И, ну, просто пересказывать, есть несколько уровней путешествий. Есть уровень, когда можно рассказывать про внешние какие-то картинки. Вот я был здесь, вот я видел то, вот я прошел через то, вот я преодолел океан, это внешние какие-то. Но можно рассказывать на уровне коммуникации. Я встречал вот людей таких, 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 мы общались о том, о сём-то. А можно рассказывать о моей внутренней трансформации, которая происходила на всём этом пути, во всех этих уровнях, в уровнях видения, в уровнях коммуникации, в уровнях наблюдения за собой. Поэтому, вообще, направлением великое множество, я предлагаю, что, вот я тему обозначил, вы задаёте вопросы, я отвечаю, я могу задавать вам вопросы, вы не будете отвечать. Мне нравится. Ну, отлично, тогда и начинается, тебе первый вопрос. У меня пока нет вопросов ещё. Да? Хорошо. Путешествия, путешествия, вот эту вот тему. А путешествия чего? Как, вот как это, как это для этого созрело, как это начало, как это получилось вообще, что-то, ну, как можно объехать так много, заново? Вот созрело, я уже начинал говорить, да, вот вдруг я вот увидел вот то, что вот это. Вот, наверное, пришёл какой-то момент, когда набранное качество вот того уровня, до которого я дошёл в 2012-2011 году, он уже, всё, уровень закончился, нужно было переходить на какой-то новый уровень, да, и надо, соответственно, было набирать какое-то количество, да, вот я и сделал шаг. Так, да как произошло, ну, пришла мысль, ох, они отправятся ли в кругосветку, а был опыт психологический, не устраивали какие-то результаты тренингов и результаты консультаций, люди не росли, да. Ну, вот, пришло осознание того, что нам очень много на пути мешают страхи, то есть вот это вот много-много-много каких-то разных вот таких вот составляющих, которые вот собирались, собирались, собирались. И дальше стало все уже происходить по нарастающей. В общем, оно само уже. Главное было набрать, видимо, вот это количество, а дальше мне могло казаться, что это я такой крутой что-то делаю, а на самом деле оно начинало происходить, изменяться. Раз паспорт, нету паспорта, мне говорят, да ты что, лето, июнь, месяц, я вышел и в кругосветку 12 июля 2013 года, я вышел из города Омск, а в начале июня у меня не было еще паспорта заграничного. И мне сказали, это нереально сделать за такой короткий срок еще там надо хотя бы парочку визы сделать каких-то. Это нереально. Посмотрим. Через интернет делал паспорт, что-то там набрал, куда-то там заполнил, все. Потом пошел, сходил, еще через две недели, а мне пришел запрос такого числа прийти. Я пришел, потом он на мне жертвует, говорит, ну, знаете ли это, мы не знаем, как будет готово, но вам придет сообщение. Вот сообщение там пришло буквально очень быстро. Я даже затрудняюсь сказать сроки, потому что это реально происходило как-то очень быстро вот так вот пора растаяющий. И я вот сейчас уже по прошествии, наблюдая, понимаю, что как-то это вот действительно вот несло просто потоком. Хотя мне казалось, что я делаю какие-то вот конкретные сложные, может быть, в чем-то действия. Ну, вот оно происходило и происходило. Все, я отправился узнать, что такое счастье. Я отправился для того, чтобы понять, как работать со страхами. Ну, прежде всего, чтобы со своим страхом поработать. Каким страхом? Со всеми, как это только есть. Страхов великое множество. На пути очень хорошо они вот видны. Да, вы каждый можете для себя просто посмотреть и вы в себе увидите. Но вот, например, не знаю, вот если здесь, да, ты умеешь забивать гвоздь в стену? Да. Да. Вот. Но когда-то был момент, когда ты этого не знал, как делать. Да? И прежде чем взять молоток и вот это сделать, ну, мы смотрим на... Ну, вот кто-то делает, да? А потом раз говорят, ну, вот возьми молоток. И возникает первый вот этот момент, который мы часто не отслеживая. Да? В любом действии. Такой... Сначала вот шаг назад, да, а потом уже вперед идет. Вот. И в каждом таком новом действии есть вот этот вот шаг назад, вот он и есть вот этот вот страх. Его можно вот раздуть, если никуда не двигаться, вот до таких размеров. А можно просто делать после шага назад шаг вперед. Выйти из дома, да, вот кругосветка. Ой, это такое большое. При условии, что никто тебя не поддерживает. И все, даже кто головой кивает, он всегда думает, ммм, дофиг у него может получится. Ну, ладно, пусть дуре помается. Какая-то фигня. Без денег, без денег вообще ничего невозможно в нашем мире. Как это? Нереально. А вот первый страх, выйти просто за двери дома. Второй страх, выйти на дорогу, поднять руку. Возьмут, не возьмут. Страх, а, сесть в машину. Машина остановилась. Ой, что-то какой-то, блядь, пара там носите. Какой там, злой там, или еще какой-нибудь там. Ночь наступила в лесу и началась. Ой, какой-то лес незнакомый. Я здесь никогда не был. Какая-то там область неизвестная. Кто его знает? Может, тут какая-нибудь область такая, где там снежные люди какие-нибудь. Любая ситуация новая, неизвестная. В город приходишь новый, и сразу же хочется из него уйти, потому что ты там, ну, ничего не знаешь, ну, так вот пока день, ты походил, посмотрел там, все, потом так, ну, ладно, можно уходить, все. Потом чувствуешь, ну, нет, он тебя не отпускает, это еще твой город, это еще твое пространство, ты от него можешь получить еще какой-то опыт. Остаешься. А дальше происходит следующий страх, страх уйти из этого города, потому что ты его познал. Ну, вот, например, как путешественнику, что важно? Важно узнать, где есть вода, да, где можно вот в этом городе взять воду. Где есть, ну, мне нужен был Wi-Fi, я скидывал эти видео и фото, которые делают. Так, где здесь есть интернет, который бесплатный? Где можно удобно переночевать, чтобы, ну, никто там, ни полиция не видела там где-нибудь в глубоких кустах, чтобы это была не трасса какая-то, чтобы машины там не ездили, не мешали. Ну, в общем, комфортное какое-то место. Все, три места найдено, вот для меня важно было в городе найти три места. Спать, пить и интернет. Все. Ну, с едой. Вот было, все-таки, я мало был в городах, еду мне давали те, кто подвозил. Вот, поэтому в городе... Кстати, да, вот если по Иде, вот в Америке особенно было, там в городе еще всегда находилось такое место, где, например, можно было поесть. Это чаще всего были какие-нибудь церкви, храмы. У них как-то принято, как правило, особенно в крупных городах, у них есть обязательно какие-то... Америка, США. Да, США. Там один, может, два храма. Где у них либо вообще стоит в свободном доступе, там, типа, чай попить и какие-нибудь печенюшки поесть, либо они утром прямо это открывают и там очередь выстраиваются, и они бомжей кормят там первым, вторым, 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 вторым. Еще и был такой, я, по-моему, уже начал, я долгое время чуть молчал про этот опыт, а потом начал про это тоже вспоминать и рассказывать. В Нью-Йорке, в Нью-Йорке я с этим столкнулся, в других городах как-то мне не нужно было, а в Нью-Йорке мне было интересно просто. Я наблюдал за бомжами, как они живут, где они спят, куда они ходят, где они едят. Так вот, они знают те магазины, эти кафе, где в определенное время вот ту продукцию, которая уже там закончилась в сроке потребления, или я не знаю, или вечер наступил, там было кафе какое-то японское, они вечером, когда день заканчивался, они вывозили всякие там соуши и прочее, прямо на такой тележке вывозят, а там уже люди стоят, ждут, и они такие собираются. Ну, вот у меня было три важных точки. Как только они три появлялись, дальше возникал страх, ну, надо же идти дальше, а там опять неизвестность. Страх с неизвестностью, он постоянно получается в каждой ситуации. По идее, его можно назвать страхом неизвестности. Ариза? Без денег не получишь. Особенно в США, вообще там требования много. все ситуации, все ситуации, которые были связаны во время пути с деньгами, вот непосредственно только именно с деньгами, они решались интересным следующим образом. А мне, либо кто-то давал деньги заранее, то есть, например, мне сегодня дали, ну, я даже там, если в рублях сказать, иногда давали, ну, по-русски, если сказать, 102 рубля 30 копеек, например, да, вот если мне сегодня дали 102 рубля 30 копеек, то через день или через два происходила какая-то ситуация, где мне нужно было ровно эту сумму отдать. И это было вот там, где, ну, было сложно без денег решить. Например, за визу заплатить при переходе, а был там момент, когда там паром был, и он был платный, а мне человек только что дал там в качестве сувенира просто денежку местную. Это было в Малаге. Он мне дал просто, он говорит, о, я хочу тебе сувенир сделать, отдает тебе рингиты, по-моему, дает им сам. И, ну, сувенир, сувенир я положил, и все. Буквально через пару часов я подхожу, а мне надо переправиться через паром. Я иду, бум, не пускаю, что делать, я к этому, тё, он мне показывает монетку, я такой достаю, о, сувенир. Все, хорошо. А с визами было 4 визы сделано изначально, американская виза, кстати, нетрудная была виза. Она была, я запомнил, прямо в Омске дома, по интернету, анкету, записался на собеседование, и в Москве, ну, и двигался из Омска до Москвы и дальше. Вот, кстати, тоже задано было направление, спрашивают, почему ты пошёл, например, с востока на запад, а не с запада на восток, потому что часто люди, как раз, начинают наоборот, вот туда опускаться, через Китай, а у меня получилось, что я с востока на запад шёл. Но, у меня было задано это тем, потому что мне нужно было пройти через Москву, потому что у меня там было собеседование на американскую визу. тоже сейчас такой раз думаю, о, точно, правда, как-то интересно было задано направлением. Ну, получается, я шёл постоянно за Солнцем, мне вот эта аллегория тоже понравилась. Солнце садилось, и я за ним шёл, она садилась, и я опять за ним ушёл. А он садилась, и я опять за ним шёл. А с Москвы как получился маршрут? Какие страны? С Москвы! Значит, с Москвы я двинулся в сторону Белоруссии, через, значит, Смоленск, там дальше Белоруссия шла, дальше Польша, потом Чехия, Словакия, Австрия, Италия, Франция, Испания, Германия кусочек был, Швейцария кусочек был, после Испании Португалия, затем Соединённые Штаты, затем вниз по океане и по островным государствам, дальше вниз Новой Зеландии, дальше Австралия, из Австралии вверх Пакуанова и Гвинея, а дальше Индонезия, Малайзия, Таиланд, Китай, спасибо. Я тоже в Америке в Америке. Welcome. Давайте ещё вопрос. А как умеешь, что вы в островах передвигаете? На яхтах. Частных интересов? Да, на частных яхтах. Мне ни разу не удалось поплыть на каком-то таком большом корабле, были только небольшие яхты, и это были небольшие расстояния именно между островами. Между островами? Да, островов там большой остров, то есть океана. Нет, там получается вот Америка, Гавайи, дальше Гавайи пошли, там Ванатау, по-моему, первое идет, и дальше там пошли само Американское, но там много островов, я даже некоторых названий не знаю, потому что я в них заплывал, но был там немного, и дальше на другом уже, на другой яхт. У меня запрос был сейчас, у меня запрос был, когда я отправился в путешествие, у меня запроса, ну, например, вот у меня говорят, выучил английский все? Я говорю, не выучил. У меня не было запроса не на то, чтобы язык выучить, у меня не было запроса не на то, чтобы какие-то конкретные достопримечательства, посмотреть. У меня был запрос больше, ну, вот на познание себя и познание вот этих вот различных человеческих проявлений, там, эмоций, там, чувств, на это. И поэтому, что попадалось, и куда меня приглашали что-то посмотреть, я смотрел, а вот так вот конкретно под запрос, я иногда так вот, там, что-то там, думаю, о, надо же, вот где-то рядом проходил, или иногда, о, да я же был вот в этом там городочке. А я вот у вас хотел спросить, вы рассказали про купюру, которую вам кто-то дал, как сувенир, окажется, сувенира. Есть еще какие-нибудь ситуации, в которых, что-то было похоже, то есть, одно вам пригождалось для чего-то, то есть, или какое-то вы буквально приобретали, ну, знание, к примеру, там, и буквально тут же сразу же устанавливали связь между тем, как воспользоваться этим знанием, где оно было приобретено вами, в каких условиях, то есть, вот в каких-нибудь таких вещах, то есть, ну, какие-то связи между... Именно про деньги, или вообще... Вообще, это про те уровни, которые вы говорите, что можно рассказывать одним уровнем, вторым, вот такой у меня уровень. Да, я понял. Значит, один из вариантов, это был с деньгами. Я сначала не отследил этого момента, а потом, когда вот суммы стали вот интересно совпадать, я вот отследил, но что это не может происходить ни через час, и ни в этот же день, через какое-то время. Дальше были взаим... какие-то вот такие связанные моменты, далеко входящие с людьми. Я мог познакомиться где-то с человеком в одной стране, а потом он мне давал ниточку на встречу абсолютно с другим человеком. Причем, что было интересно, что вот я там знакомлюсь с человеком, например, вот в Индонезии... Вот в Индонезии маленький отрезок пути возьмем, да? Я в Индонезии в столице Джакарте знакомлюсь с женщиной. Она говорит по-русски. Она индонезийка, училась у нас просто в Питере на психолога. Вот. И говорит по-русски, я с ней знакомлюсь. Ну, вот это не очень такое. Ну, ладно. Сейчас еще вспомню такое время. Значит, и она мне говорит, а ты куда дальше движешься? Я говорю, ну, не знаю, я хочу вот так вот по Индонезии туда вот так вот по кругу хотя бы так вот пройти и туда вверх выйти. Она мне говорит, о, а у меня, говорит, есть один знакомый, который живет в Джок-Джакарте. Так вот вниз. Я говорю, ну, классно. Я сейчас ему позвоню. Звонит ему, пока звонит, она говорит, о, я вспомнила, у меня есть знакомый русский, он вообще на Бали там живет. Сейчас я ему позвоню. На раз звони. То есть я встретился с одним человеком, а она мне еще там на несколько там, на пару недель вперед создала вот маршрут. Я не собирался вот туда ехать, да, например, на ту же Бали попадать. Но она мне задала маршрут. Я сказал, ну ладно, раз это задано, я пойду. И я пошел, и когда я добрался до, ну, в Джок-Джакарте так, в общем, как, остановился, но он был по пути, куда я шел. Мне там показали, там эти вот, как они, там два, два, вот как раз про цивилизацию, там два таких разрушенных и восстановленных храма старых есть. Но зато, когда я приехал на Бали, думал, ну, что там на Бали на этом делать? Ну, вообще нечего там делать, что там на это самое? Вот. Я познакомился там с человеком, который меня отвел в такое место, куда туристов не водят. Ну, в смысле, я познакомился, вот пришел к этому парню, который он меня отправил. У этого парня я познакомился с девушкой, а у этой девушки был еще один знакомый. то есть там вот, знаешь, всего вот, ну, то, что я с ней познакомилась, вылилось в то, что я вот на Бали, куда я не хотела идти, я попала в место очень силы. И еще, если вы видели этот фильм «Ешь, молись, любви», там вот есть, да, там есть такой момент, когда она, ну, вот этот ее там учитель, ну, который, да, вот такой вот беззубый, он такой вот смешной. И вот, представляете, мы приезжаем, что место силы, но мы приехали там в конкретное место, мы просто ходили там к водопаду и как обраг такой, что, в горы ходили. Но походу, там еще был вот такой момент, она говорит, здесь парень, вернее, этот говорит, тут есть, говорит, один, говорит, маг-чародей, мы можем зайти к нему просто посидеть, он говорит, ну, просто, может, чаем попоить и пообщаться. Представляете, мы заходим, такая избушка, сидит дядька, вот один к одному, как в этом фильме, я такой стою и говорю, о, это, не этот, ну, не помню, после его имени, но имя было, как, конечно, какое-то другое. Дальше происходит забавное, это просто поход забавный, он, значит, такой раз, у него женщина, ну, жена, видимо, такая, дикой, все, там, я читала, бла-бла-бла, она такая раз, и он представляет, русские пришли, ну, вот этих, с кем я познакомился, они русские были, русские пришли, он такой раз, и она ставит на середину вот такой большой бутыл, или в нем змея, он говорит, типа, 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 змея в спирте, доливай, ну, все такие говорят, ну, не, мы не пью, все нормально, А с нами по дороге, кто там попал, опять же, случайно, не случайно, ну, в общем, для нас было проверка, сейчас попал один там парень, из Новосибирска, по-моему, он что ли, вот, и он такой говорит, а я выпью, и мы смотрим, он так раз, выпил, два, выпил, уже сидит, вот такой, мы ему говорим, это показывает, убирай, убирай, женщины, убирай, женщины, не, я не могу, типа, муж должен там, приказать, а этот такой, да, ничего, пейте, 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 вот, вот, ну, это просто, такой, курьезный случай, а вот, по сути, да, вместо силы, силы какой-то попал, вот, а еще были иногда встречи, ну, здесь, я и общаюсь, вот, с этой, вот, учительница, преподавателя психологии, в Индонезии, вот, вот, получил, ну, какой-то у нас взаимомент, произошел, а были моменты, когда я встречал человека, и у нас вообще не было ничего, ни общих интересов, ничего, ну, не ему было неинтересно, как бы со мной, ну, да, здорово, куда-то он там привелся, ну, я в это вообще не верю, мне далеко, но он мне давал вот какую-то наводку, да, он мне говорил, о, а ты вот зайди вот туда, город называл, или назвал не город, а место, он говорит, а ты вот сейчас куда двигаешься, я говорю, ну, туда, на запад, а он говорит, а вот если ты вот сюда вот зайдешь, вот здесь вот есть что, так вот, ну, я приходил туда, встречал там человека, но позже я сгибал этот момент, что все люди, которые встречались, а они были, ну, вот как будто я шел, такой, и так кармические все эти самые, людей кармических своих искал, чтобы вот что-то отработать, с кем-то, я уже, я так говорю, танец, у нас возникал некий танец, с кем-то у нас мог возникнуть на пару часов танец, мы так протанцевали что-то, и при этом, ну, мне говорили, хочешь ты у нас можешь пожить неделю, я думаю, ну, классно, поживу неделю, но протанцевав пару часов, мы понимали, все, вот что-то на уровне, вот здесь происходило, не от ума, а здесь, все, нам нечего, я говорил, слушай, а я, наверное, пойду дальше, он говорил, да, мне тоже кажется, тебе уже пора, я выходил, а иногда меня пускали на одну ночь переночевать, но я там зависал на несколько дней, и мы не могли вот никак закончить вот этот танец, то ли вот это родство какое-то такое включалось, мы такие, я такой, ну, все, мне надо идти, ну, может, еще останешься, и тем более, там возникало уже большее общение, потому что был переводчик в интернете, мы уже там включали, ходили, мы там, не просто поговорили, ты куда, да, я вот, то-то-то, да, а уже какие-то начинали, там, даже подчеркнуть. Не русскоговорящие, да? Не, не русскоговорящие, да, русских практически не встречалось. Не, признали русские, не это, признали, да, так, не много? Не, не, их было мало, на самом деле. Нет, иностранцы, мы общались через, значит, по поводу общения, сначала было так, ну, вот, когда я автостопил, я просто ходил сначала и слушал фразу, как сказать, куда вы там идите, в районе, да? Я ходил, я не мог понять, что иностранцы говорят, в Европе, я начал это постигать еще в Европе, а у них это нормальный автостоп, и они там, их полно. Вот я ходил за ними просто, и некоторые на меня так смотрели, что ходят, а я слушал такую фразу, они говорят, потому что я подходил просто, ну, я там подходил и показывал, возьмете меня, меня брали, куда-то везли. Потом я послушал эту фразу, причем как, я послушал ее примерно, потом подхожу и говорю там, да, 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 что-то такое, похоже на Бэра и Гоинг, но я еще не понял, что они сказали, да? А, на меня смотрят иностранцы, я понимаю, так, не то, что-то не то услышал, надо пойти еще сходить, послушать, послушать, а, понятно, вот теперь уже. То есть, да, то есть фраз, который ты выучил. Да, потом, когда я уже понял, вот примерно, что они говорят, я попробовал в переводчике, ну, набрать, посмотреть, что же эта фраза означает. Потом, когда там перевод возник, я думаю, а, куда вы едете, я набрал, куда вы едете, а, вот это какая фраза, как раз и понятно, я даже знаю, как она выглядит. Ну, и так вот все, каким-то этим пошло. У тебя был с собой планшет, ноутбук? Что у тебя было? А, у меня была вот эта вот видеокадра, там фото, фотоаппарат, видео, и этот самый, что там, андроид установил. Переводчик тоже там? Переводчик у кого-то был. А, то есть, нет, у меня не было. А вай-фай, можно было залезть в этот, был переводчик? Ну, да, если, если был вай-фай. Как правило, когда я встречался с людьми, мы могли на дороге встретиться, если у них был телефон с вай-фаем, с их местом, то они, соответственно, заходили. И опять же, зависело от того, насколько человек готов общаться. Вот, на самом деле, опять мистика какая-то происходит. Когда я хочу общаться, и человек включен, начинает происходить какая-то, между нами связь устанавливается, и он может на своем языке говорить, я на своем. Может быть, мы даже, я согласен, говорим вообще про разные вещи, он может говорить там о погоде, я о политике, например, ну наоборот. Но при этом у нас устанавливается вот такое вот, какое-то понимание, и вроде он уже обо мне все знает, и я о нем. Ну, по крайней мере, вот эти международные там, поесть, попить, поспать, и пойдем, ну, они языка не требуют. Какого уровня класс в основном был? Разный. Вот ты был, да? Да. То есть я и с бомжами пообщался, и со средним классом общался, и в Новой Зеландии я там у миллионера жил. То есть нельзя сказать, что класс зависит от, что общение человека социально открытое зависит от... Нет, не зависит. От класса не зависит, от возраста не зависит, от пола не зависит, от вот этой принадлежности там, как это называется-то, я не знаю, какая там... Религиоза. Нет? Нет, от религиозы тоже не зависит, да, от религиозы это вообще как-то это самое. Нет, вот когда иногда девчонки говорят, вот тебе хорошо, мужчине легко вообще путешествовать, а женщине как? Но вот... Ну, это правда. Вот здесь. Все вот здесь. Я прошла, вот лично я сейчас это прошла, про юность, 17-18 лет, я очень много шерохала по стране, одна, с дальнобойщиками. Смотрите, я вам сейчас расскажу ситуацию, я сейчас расскажу ситуацию, которая вот произошла буквально неделю назад. То есть, во время моего пути и после него люди, которые там смотрели видео какие-то мои, либо увидели какое-то там сообщение СМИ о моем путешествии, стали просто стучаться ко мне в соцсетях. И некоторые обращаются за какими-то там... какие-то вопросы задают, либо что-то скомментировать. И вот как-то там, не знаю, сколько там, месяцев назад ко мне постучалась, значит, одна девушка и говорит, я вот путешествую периодически автостопом, можно я буду там какие-то вопросы задать, ну и просто так вот пообщаюсь. Вот она, тем более, в теме оказалась, она сказала, знаешь, мне кажется, что вот мы в прошлой жизни где-то там встречались. Я говорю, ладно, хорошо. Дальше происходит следующее, она буквально вот недели две назад пишет мне, я собираюсь ехать автостопом из Москвы. Как ты думаешь, можно проехать 2700 километров за три дня? Я проехала от Омска до Москвы 2800 за три дня. Причем ночи я не ехал, ночи я спала. Вот, я ей пишу, можно. Она едет и проезжает за двое суток это расстояние. И мне все классно, я проехала, но у меня возникла вот какая ситуация. Каждый раз, когда я садилась в машину, мне мужчины начинали предлагать, ну это она пишет, предлагать, значит, секс. Я ей говорю, значит, это было в голове. Она такая, нет, честное слово. Я говорю, значит, у тебя был вид какой-то. Она говорит, нет, я вообще как монашка была одета. Так, хорошо. Не попадаем, да? Я говорю, подожди, а что значит предлагать? Они тебе говорили прям прямым текстом, типа, давай. Она говорит, нет, так, стоп, давай дальше разобираться. Понимаете, каждую ситуацию надо разбирать реально индивидуально, потому что, ну правда, все, я просто на себе отслеживала много раз в зависимости от того, что я думаю и какие во мне не в настоящий момент думы сидят, а которые есть какие-то во мне старые там схемы, какие-то там концепции устоявшиеся, такие, которые мне там заложили давным-давно. Ну вот, дальше мы начинаем с ней, значит, разбирать, а что они тебе говорили? Ну, они мне начинали рассказывать, что, ну вот у меня есть жена, мы уже на этом вот фигня, зато я могу вот сегодня с одной, завтра с другой, послезавтра с третьей. Она воспринимала это как намек, да? Может быть, но смотрите, что дальше происходит. Она мне говорит, ну, я говорю, видишь, они же мне не предлагали, она не успокаивается через пару дней, она мне такая пишет, давай в скайпе поговорим, давай. Выходим мы в скайп, начинаем разговаривать, а когда слышишь человека, особенно, ну, видишь и слышишь его человека, ты сразу, она начинает говорить такая, и такая вот, представляешь, какие они гады, гады эти мужики, они все вот такие, они вот так, им так легко изменить, там ты-ты-ты. Я говорю, опа, стоп-стоп-стоп, что ты сейчас делаешь, стой? Она такая, что? Я говорю, вот, вот тебе и давали, они не могли, у них не было выбора не остановиться. Они вынуждены были сжать на тормоз, потому что она стояла и фонила, эй, сияют быстро все ко мне. Она всех их собрала. Ну вот, вот, в общем, такая ситуация. Можно с мужем. Можно с мужем путешествовать, да без разницы. Вдвоем, кстати, вот я общался с людьми, которые вдвоем путешествуют, они говорят, что, так у них, причем, те, у которых есть опыт одиночества, и потом они парой. Мне говорят, что парой лучше берут, потому что тогда останавливаются легко и женщины, и мужчины, ну вот этот страх не включается, о, какой-то там мужик стоит, или о, там девчонка стоит, сейчас я там с ним покадаю. Ну вот, как бы вот эти вот моменты сразу снимают, стоит пар, ну нормально, едет порядочный человек. Важно, чтобы там ничего не поняли, ни в одной, ни во второй голове. Поехали дальше. Парой, двум девчонкам проще? Двум девчонкам, нормально. Да, но, но и нормально, и проще, и не проще, потому что, когда ты один, тебе проще себя, вот раз, и подсканировать, почистить, а вдвоем, ну вообще везде-то, не однозначно, да? Да, да, да. Я просто общался с несколькими девчонками, которые путешествуют, например, ну там, по юго-восточной Азии, вот просто она там путешествовала. Там безопасно, но по Европе девочка одна там рассказывала, путешествовала, по Америке путешествовала, и когда удавалось, вот ей был транслейт, или вот с девочкой в Азии, когда я разговаривала, она русская была, мне была интересна эта тема, и мы с ней проговаривали. Все согласились, собственно говоря, что от их настроя, может даже не от мысли, от настроя. Не всегда можно знать, чем себя зашито в подсознании до того, как поедешь. Вот, вот, вот здесь уже, да, такой выход. Победа. Ты застук и зрели, узнаешь, да? Узнаешь, да. Я вот твой вопрос ответил? Про то, что ты говоришь, что-то сказали, я продолжу бы слушать. Да. Ну, если я чего-то вспомню, я вообще здесь, вот про деньги, про взаимношения, про то, что вот куда-то там взорвели. Ну, еще, еще такой, классика жанра про ананас. Еще, четко очень отслеживала, вот, когда приходила, ну, знаешь, я, я вот, кстати, не могу, я для себя не до конца еще в этот момент понял, что первично, я считываю пространство или я задаю ему, вот, скорее считаю. Типа, мое желание это или я просто считал его. Часто происходили такие ситуации, например, вот, классическая ситуация ананас, потому что все время рассказываю я. Иду по дороге, утро раннее, машин мало, населенных пунктов нет. Я ловлю себя на том, это в Азии происходит, я ловлю себя на том, в смысле, там, где есть ананасы. Я ловлю себя на том, что я бы сейчас с удовольствием съела ананас. Ну вот эта мысль пришла от того, что я там знал, да, наперед, или от того, что я просто это хотела, а мне уже там все это подогнали. Вот эти моменты, я иногда для себя думаю, ну, наверное, я, а может быть. вот такие вещи часто происходили. Хочу ананас, ну, хочу и хочу. Ну, нет, нет, все, нет, идем дальше. Иду, дальше происходит, там, какое-то время иду, я иду по обочине, в попутном направлении, куда мне ехать. Соответственно, я иду, если машина едет, я ее устанавливаю. Вдруг у меня, во мне возникает такое желание перейти на ту сторону. Вот тело просто тянет. Причем, вот, вот это желание что-то сделать, оно происходит сразу на нескольких уровнях. Тело начинает реально включаться, и внутреннее состояние такого, вот тут уже некомфортно, надо вот туда куда-то перейти. Там каких-то даже три, не знаю, два, а может даже три уровня каких-то происходят, вот этого ощущения, что туда. Я такой, ум, я умом думаю, ну, зачем я буду на ту сторону переходить, когда у меня машины едут в этом направлении? Не хочу я на ту сторону переходить. Я иду дальше, и чувствую, но он меня все равно утягивает, меня просто вот сносит туда перейти. Вот, а так как у меня был посыл какой, я во всем своем путешествии тренируя осознанность, наблюдаю за собой, исследую вот своему, вот этому, своей интуиции. Опа, а что я делаю? А что я сейчас не следую интуиции? Ладно, переходим дорогу, идем туда. Перехожу, идем. В голове звучит, ну, нормально, зачем туда перешли машины с той стороны? Я иду дальше, прохожу сколько-то там метров, сложно у меня с математикой, не знаю, сколько метров, но сколько-то там иду, на обочине лежит ананас. Все, я его поднимаю и иду дальше там. Мне его там еще и почистили, и порезали, и на тарелочку, ну, дальше. Вот, а вот такие ситуации с ананасом, там, с водой, вот с какими-то желаниями. Там, носки мне нужны были на пути сантьяга, пироженку я как-то там захотела на пути сантьяга. Ну, все вот так вот приходили. Я не знаю, может быть это реально, да, там наверху уже все у нас прописано, там сверху видят и мне так просто сигнал посылает импульс. А вы замечали, что можно, как, ну, что можно, то есть, что это может произойти осознанно или неосознанно? Это может потеряться, вот такая, такие вероятности, или наоборот появиться в какой-то момент? То есть, вот такие вот вещи. Когда ты из, когда ты в состоянии осознанности находишь, у тебя больше шансов отследить вот эти знаки, которые приходят. Когда ты неосознан, ну, вот я бы шел бы по этой обочине, не шел бы. Ну, потянуло меня, да я бы даже на самом деле и не отследил, что меня куда-то потянуло. Я бы просто шел и шел. Чувствовал какой-то дискомфорт. Ну, как-то дискомфортно, а что дискомфортно? Да не знаю, да просто тело тянуло туда-пенеки. Я бы прошел мимо этого ананаса. То есть, осознанность, это все-таки ключевой момент принятия сигналов, которые нам мир дает. доверие, открытость, это самое первое, конечно. Тебя научили это путешествие открыто? Ну, именно доверие жизни. Ну, это было самое главное. Доверие, открытость. Меня спрашивают, вот чем, ну, типа, путешественники какие-то. сейчас тем заправляются в путь, чтобы вы могли пожелать. Я говорю, что, будь доверие и быть вот так. И сейчас у тебя тоже. Мама, мам, ты возьми этот родокон? Наверное. Ну, вообще красиво. Вот это маленькая собака. Саша, какие болезни не будут? Вообще, не радуйся. в жизни не было болезни никаких. Ты нам так сказала. Уверен. Зачем? Во пути, в пути, да, я основную массу времени находился на улице. Тело, наверное, сонастраивается, ему немного, там, стен нет, еще каких-то там влияния отрицательных в помещении. Может быть. Важная ситуация. Не рассказывали, что и в Индии там эти парадки складываются, и в лесу. Может быть. Значит, это была просто не моя ситуация в данном путешествии. Потому что, если сейчас вот пойти, вот прям вот четко записав все инструкции, по которым я шел, четко записав там все действия, все равно каждый из детства присутствующих, да, не я даже сейчас заново пойдя, мы пройдем уже по абсолютно по-другому и по своему пути, да, и какой-то новый опыт будет. по-другому как ты перебрался из Европы в Америку. Ты там говорил только на яхтах маленьких, на старых, а как ты тут просто хочешь, чтобы я еще... Ну, ты правда, сейчас, да? Да, да, я хорошо расскажу. Значит, ситуация, я вот уже говорил по поводу того, что деньги всегда находились на... когда под что-то. здесь у меня было в голове так, я прибыл в Лиссабон и моя задача была, ну, у меня была она... Моя цель была прийти в порт и договориться там с каким-нибудь кораблем, чтобы переплыть в эту страну. Я пришел в порт, долго там ходил, меня там пинали, с этим иностранным еще все так сложно. В какой-то момент, ну, в смысле, там как-то вот это выстроилось, то, что я понял, что для того, чтобы попасть на корабль, нужно согласить несколько человек. Нужно не только, чтобы капитан согласился, нужно найти еще владельца этого судна, договориться и еще что-то. Ну, наверное, этот самый, начальник порта, что ли. Ну, в общем, вот нужно было собрать разрешение нескольких человек. Ну, я это пытался делать, честно, я ходил, вот пришел там, это меня туда отправили, ходил, 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 в итоге я попадаю, значит, куда-то меня там отправляют и говорят, бит, 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 бит. ну ладно, хорошо, прихожу сидит наркобарон такой, ну по виду сидит человек такой, выглядит как наркоторговец такой крутой я ему пытаюсь что-то объяснить, и он ничего не понимает, причем у него нет желания общаться вот в сложности еще возникает понимание тогда, когда человек не хочет с тобой общаться ну он такой весь, он тут пуп земли, он все может, тут какой-то пришел, что-то достает еще по-английски не разговаривает, все так сложно и у него вот так прям идет такое вот отталкивание я там и рисую, и там вот так вот показываю в итоге он на карте ему рисует, что вот там я здесь, вот сюда он спрашивает паспорт, я ему даю паспорт, думаю, может он хочет визу там проверить потом он такой говорит, типа показывает в Америку, куда ты хочешь в Америку? откуда я знаю, куда корабли плавают, где там пора? ну я смотрю Нью-Йорк, ну я ему говорю, ну Нью-Йорк все вот, он открывает там компьютер, что-то там в компьютере делает, смотрит мой паспорт потом отдает мне паспорт и такой говорит, типа давай иди отсюда вот, я беру паспорт и да, он мне такой, типа паспорт, там со стороны, ближе к выходу стоит принтер, он мне показывает там на принтере там бумажка распечатывается я беру бумажку, там билет на самолет я поворачиваюсь к нему с радостью такой думаю, сейчас я запишу его фамилию, имя, отчество и благодарность ему и всем его потомкам а он такой, типа, иди отсюда и говорит, пошел вон ну я потом вот узнал, он сказал, гоэ, 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 то есть он сказал, пошел вон ну грубо очень сказала все как мне потом ну я вот когда уже потом там иностранцам это рассказывал, они мне говорили понимаешь, ну иногда проще этих там 400 долларов отдать за билет, нежели тебя там несколько недель везти на этом большом корабле и неизвестно, что там с тобой произойдет, за тебя еще отвечать ну это абсолютно не надо но при этом настрой у него был абсолютно вот камни такой может быть у нас какая-нибудь камня была он решил так откупиться иди отсюда, ты там не на корабле устроишь революцию какую еще не туда поклонял вокруг света, под парусом подъема ну что отслеживали ли какие-нибудь в вашем организме изменения на протяжении вашей или реакции разные еда, разные воздействия ну что-то вообще, да, как появлялось там интересное что-нибудь мое умозаключение следующее было что в зависимости от того как я настроился на это в зависимости от этого так и происходило то есть до этого там я может быть мясо не ел но здесь отправляясь в путешествие и зная что я буду есть только то что мне дадут у меня была в голове такая установка что я буду жить по принципу монаха что даю, то ем не дают, значит не заслужил поэтому вот все что давали ну при условии что я там хотел есть потому что часто приходилось там как-то вот отказываться потому что я уже не хотел есть и меня продолжали кормить я не испытывал дискомфорта от того что там, например, я там съел сочек мяса или рыбу или еще чего-то в разницу там вот еды какой-то российской, европейской, американской честно говоря, не отследил но я вот сразу вначале сказал что скорее всего вот это была вот такая установка просто дискомфорта вообще никакого не было с кенгуру видел? да с кенгуру тоже забавно было на самом деле я потом уже понял, что я себя повел как иностранцы, которые в Россию приезжают и желают увидеть на улицах медведей да, особенно в Сибири они когда едут они думают сейчас они приедут в Сибири и вот там по улицам медведи ходят вот я такой же приехал иностранец в Австралию я приехал и жду ну давайте, где? выходите кенгуру я думал сейчас первым делом я приеду и увижу кенгуру они прям там везде как будто с табунами прыгают нету кенгуру потом значит меня там подвозят мы едем по дороге я вдруг вижу вдоль дороги такие ограждения металлические, высокие такие и знаки стоят, кенгуру нарисованы я этому водителю типа кенгуру кенгуру но он мне показывает да, они типа вот ночью ночью когда типа спишь они бывают, что вот на фары типа могут там вывыкнуть поэтому ставят вот эти ограждения я ему показываю а можно остановиться и пойти кенгуру посмотреть и он говорит нет типа это вот хайвей нельзя остановиться я думаю вот кенгуру не увидят ну в городах соответственно их нет я ко всем приставал говорил где у вас кенгуру они все смеялись надо мной и говорили вот вы такие типа все иностранцы думайте о нас так это и в итоге оставалось уже где-то там пару дней ну и я уже там собирался выдвигаться из Австралии и думаю вот так вот австралийцы показали кенгуру и тоже вот стечение там обстоятельств значит там с одним человеком познакомился потом там с другим я в общем еду там с девушкой меня там подвозила на машину и мы уезжаем там куда-то за город и она говорит знаешь здесь есть типа как бы ну такое место типа заповедника и там есть кенгуру она говорит есть я говорю едем смотреть кенгуру и заезжаем туда и мы подъезжаем прямо вот где стоят ну стоят машины а они прямо вот уходят ну вот на таком же расстоянии да я такой всталась и у меня такая сразу ассоциация ой коровки ну они щиплят эту травку плюс вот я там может видеть в мире животных да я не обращал на это внимание у них хвост вот этот вот их он очень твердый такой как прямо у меня была ассоциация как металл они на нем сидят вот она стоит на этих двух лапках эти две лапки вот здесь вот и запят жует и в это время она сидит на своем хвосте и вот ты когда смотришь этот хвост у нее прям такой вот она его раз и все и он у нее зафиксирован как будто вот ну металлическая конструкция чик 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 выстроили и вот она села потом она раз встала хвост раз по другому и дальше поскакала и я такой стоял они раз туда перемещаются я за ними ой какие коровки я им говорю ой какие вы коровки а потом я смотрю у них там оказывается эти семейные мужеско-женские отношения парные какие-то эти свои разборки и прям реально я потом смотрю думаю о так можно различить точно вот это кенгур да вот это кенгуриха такая и они между собой прям такой который он такой подходит и ей такой такой она такая он такая потом он он что-то попытался к ней и она его вот так вот лапает я думаю я тоже сам прерву и тут тоже надо боль и никакого психолога да что расскажи про что про животных расскажи еще про детей животных что они делают какие попадались какие случаи так задавай вопросы про это сейчас про животных еще про одно расскажу про кабана расскажу на гавайских островах значит ночевал в лесу и мне перед этим только что рассказали о том что здесь есть кабаны но спал все равно на краю леса вглубь леса не уходил и а до этого была ситуация когда я в Европе в Европе тоже ночевал и слышал что кто-то вот там шел и я так сделал аааа ну и это это животное убежало прям было слышно ну и тут лежу кто-то идет я такой а сейчас я вот гоню ааааа животное останавливается разворачивается и начинает идти ко мне оно шло параллельно оно не замечало меня я нафиг не нашла я решила выступить прогнать его он сказал понял позвал иду и прется короче я слышу на меня идет все нормально я думаю здорово темно не видно ничего а я в спальнике лежу я пытаюсь расстегнуть спальник заел не расстегивается да что ж такое и аааа ну а я когда ложился спать тут были ветки мне нужно было место для сна развести и я веток вот так наложил ну я как бы между лесом и мной просто навалена ветка и он такой подходит я в итоге в этом спальнике вот так вот и мы вот так вот друг напротив друга стоим я на четверенках он не застегнул и кто вперед побежит ну я вот так вот выкатился просто на дороге через дорогу перебежал он через дорогу уже за мной не пошел может он вообще подумал что я сказал что нормально куда-то понес я с ним пообщаться я с ним пообщаться я с ним пообщаться сам позвал а сам да 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 а он шел пригласили пообщаться думал чайку сейчас нальет я с ним пообщаться чайком поговорили а я сбег вот чё сейчас нам что-то хотела чё ты хотела ну вот если бы вот так вот с трех словах тебе бы сказали вот расскажи что вот ты самое главное в сухом остатке вынеси из этого поиска можешь сказать в двух словах могу сказать ну нет да вот нет раз два три вот может быть три или пять правов я в двух словах могу сказать давай возможно все а вот так понимаешь прописная истина но я ее вот на своем опыте просто десятки сотен раз каждый день подтверждал что происходит все а в трех словах я начинал вот с этого что про уровень знаешь я получил опыт на я приобрел новые красоты мира чисто в глаза не посмотрел я приобрел кучу новых друзей и чисто коммуникации я приобрел трансформацию себя потому что постоянно наблюдал себя ну вот не в трех словах конечно ну вот три каких-то основных а можно какие-нибудь полезные советы по поводу общения с водителями когда садишься в машину уже когда есть ну и вообще вот до того как ты сел в машину там ну если автостопом да двигаться то там что-нибудь как садиться как как сказать куда ты едешь правильно то есть как посмотреть первые три секунды там как повести себя по-русски разговаривать ну как вообще вот это происходило чтобы тебя максимально длительное же нужно произвелись правильно то есть чтобы еще может быть как-то покормили какие-то полезные советы есть смотри по поводу длительности и про покормили это одно а вот про то что другое давайте начнем с этих по поводу длительности покормили а не раз за время своего путешествия не просил есть всегда предлагали но это было как одно из правил путешествия то есть вот все что я прошу это прошу подвести все еду не прошу если не дает вселенная значит еще не заслужил или еще не голод а по поводу длительности я отследил такой момент что иногда бывает так что машина может через 15 минут остановиться и ты на ней можешь проехать всего там 100 километров а ты можешь час постоять и проедешь тогда тысячу километров и отсюда такой вывод что когда я выхожу на дорогу моя машина уже вышла и главное не торопить события ну и не выбегать как на дорогу и не падать на первую попавшуюся машину твоя машина остановится она остановится либо вот на мысль как я рассказывала ситуацию потому что они не могут не проехать нужно остановиться чтобы мне дать какой-то там урок либо там я не знаю какие-нибудь там кармические наши завязки либо еще что-то но моя машина обязательно остановится а в россии с этим было легче по той простой причине что они меня выбирали в россии легко стоять просто на обочине подняв руку главный совет когда ты выходишь на дорогу твоя осознанность должна быть выше вообще тебя и выше вообще всего ты должен чутко вот хотя бы понимаешь мало того что у нас там всякие вот эти вот концепции сидят старые хотя бы сейчас не фонить чем-то вот выходишь и вот это опять доверие открытость да ты открыт миру и доверие вот машина именно твоя придет и твоя остановится но есть вариант у меня была только один раз такая ситуация что ну как бы ты можешь выбрать не сесть в эту машину если ты чувствуешь опять же в себе некую опасность вот машина у меня ни разу не было такого что не сесть я всегда садился были люди там не знаю нудные скучные молчащие говорящие там навязчивые очень комфортные ну вот разные 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 люди были ну нормально ехали вот я наблюдала за собой на те или иные состояния людей тут же смотрела какое у меня в это время состояние один раз была ситуация когда просто остановился опять же где в Индонезии мотоциклист и вот там конкретно у меня было ощущение от него от него веяло смертью у меня холод вот здесь прям был и он меня три раза догонял и он просто требовал сесть я не знаю может он там через пару километров разбился и я бы вместе с ним мог разбиться а может и не разбился но я чутко словила вот это ощущение я просто не сел это было единственный раз и для меня это было удивительно я тоже никогда не задумывалась меня иногда спрашивают а как вот ты выбираешь ты никак не выбираешь но с машины значит моя сел вот на этот мотоцикл я не сел ощущение было вообще просто я стою такой все заледенело я такой смерть это смерть смотрю на мужика он сидит в черном таком в мотоцикле точно это смерть да вот ощущение причем смерть и вот картинка я потом на него посмотрел сначала ощущение я такой я не буду на этот мотоцикл садиться очистить голову ну на тот момент когда ты выходишь ну и доверять себе ну твоя машина уже вышла если ты вышел на дорогу твоя машина уже вышла когда она придет неизвестно тоже были когда-то ну в начале особенно были такие моменты когда я стою нету машины 5 минут ну все через 15 минут должна остановиться 15 минут прошло не остановится ну что за фигня ну все уже долго стою ну что там где там какое-то такое нетерпение когда это раз происходит два три вообще часы в сторону все равно становится или были моменты когда стою стою но нету машины я чувствую а просто пойду вдоль дороги прогуляюсь только начинаю идти вдоль дороги кто-то раз а подъезжает останавливается ну в Америке вот почему-то автор работал таким образом когда я стоял тормозил они не останавливались на заправках подходили они не брали а когда я начинал идти вдоль дороги машины обгонял останавливают и мы поехали подъезем А по Америке разъем можно? там нет таких скоростных дорог как в Европе где нельзя там есть скоростные дороги и есть параллельные этим скоростным там даже может быть они вообще могут рядом идти по центру идет скоростная а по краям идут вот такие вот тихие я там там по обочине ходил где не было таких обочинных там просто стоял на заправке на дороге тоже надо стоять а были случаи с полицией столкновения ну столкновений не было а с полицией встречи были положительные ну ну меру положительные в Нью-Йорке когда я спал меня разбудили в 2 часа ночи в парке парк рассказываю со всеми эмоциями ну очень классная ситуация на самом деле но полиция как полиция делала свое дело они абсолютно как бы ничего не нарушали хотя я подумала может они все-таки нарушают мои права я когда приехал в Америку я считал что это свободная страна и там все можно ну вот такая у меня была вот в голове картинка а и в Нью-Йорке я нашел нашел где-то статуя свободы и вот прям на набережной там лед на лавочке статуя свободы звездное небо Нью-Йорк Америка я свободной стране свободной человеку в 2 часа ночи приехала полиция типа подъем я им говорю я не понимаю по вашему я из России они типа давай паспорт я в спальнике вот так я начинаю спальник вот так расстегивать а у меня паспорт всегда вот здесь был когда я спал ну соответственно спальник тут у меня вечно заедал и не расстегивал я делаю вот так руку ну а еще сказал что я из России да они схватили пистолет мы меня наставили до пистолета загнули руки назад надели наручники вытащили посмотрели оказалось всего лишь паспорт проверили паспорт сняли наручники извинились сказали что в парке нельзя спать я удивился и подумал как в свободной стране нельзя в парке спать вот тебе и здрасьте значит я попал наверно не во виду значит я ошибся наверно это другая какая-то страна вот а еще один раз в Китае когда так было холодно и негде было ночевать меня полицейские отвезли в аэропорт еще один раз полиция в Индонезии вообще купили мне билет на поиске отправили в соседний город чтобы я уехала с их участка и не нарушала они сказали нельзя стоять я говорю я доеду дайте я на дорогу они не надо здесь стоять я говорю да и я хоть постою нет поехали и ну и ведут меня на вокзал я им говорю но маню но маню они говорят я говорю ну пустите я пойду я там вот поймаю машину они говорят мне нельзя стоять все приехали на вокзал купили билет дали поесть еще и отправили полиция была замечательная кстати все началось собственно говоря с России в России милиция и полиция оказалась тоже на высоте я ну вот когда Томска до Москвы ехал с топом я доехал по-моему до Нижнего Новгорода что ли и там трасса была такая скоростная и нельзя было стоять на ней стопить ну я иду смотрю я просто к ним и пришел и не у меня по-моему лично не помню как его зовут вот так вот так вот так нет ну что Наташа что ты хотела еще спросить да нет я все спросила и самое главное да в этой твоей короткой фразе очень много взяла все в путь отправляет а просто я понимаю что чужой опыт он все равно как сказать знаешь могу сравнить у нас в Питере клуб предпринимателей просто в мою бытность за 10 лет выступила сотня предпринимателей которые вот так же приходили рассказывали свой опыт как они создавали фирму как они работали какой опыт они получали и я четко понимаю что пока не создашь свою фирму ничего у тебя не придет вот это то же самое вот твой опыт он как бы да здорово там как бы вот ты получил свой опыт он твой да вот другой человек поедет и тот опыт будет только его вот когда соберется в дорогу он поедет в эту дорогу у него будет абсолютно другой опыт но какие-то рекомендации которые я думаю что тоже не пригодятся но опыт будет совершенно свой а так почему да 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 к сожалению чужой опыт на свой не прикладывается никак никак потому что у всех разные установки манера поведения ну как бы все свое и взаимоотношения будут строиться может быть по-другому и как бы и может быть даже Всевышний что называется будет подавать по-другому и ну вообще все задачи человек поставить может быть другие а может быть размытые поставить и ничего не получится и еще вот тут важный момент здесь вот ну это не про бизнес да все таки про путешествие иногда вот чисто там говорят что там было путешествие на самом деле путешествие оно как путь да и как не как путешествие а как некий путь каждый из нас совершает какой-то путь вот утром мы встали куда-то там двинулись вот мы это тоже что-то там для себя открывали поэтому здесь беспривязно я стараюсь всегда говорить что это дело не в путешествии а именно в том что когда мы движемся по некому отрезку там и даже если мы не движемся проживая какое-то время да 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 ну просто даже путешествие у каждого путешественника свои задачи в путешествии главное чтобы это его была задача да 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 чужую вот я прошу тебе это ключевое ключевое слово что ты хочешь в путешествие вот потому что мест красивых очень много если просто за красивыми местами так сказать даже иногда не надо у тебя была такая да у тебя задача была такая да жесткая здесь была больше даже если как бы одним посылом взять вот убрать все эти там вот психологические там какие-то измышления что бы я хотела изучить просто изначально да была какая-то вот одна такая крупная установка вот наш мир сейчас он построен жестко очень на товаро-денежных отношений все продается и покупается так вот для меня первично да даже было интересно вот узнать а можно в нашем мире прожить без денег реально без денег задача классная насколько готовы люди быть открытыми да и вот вот идет человек у него нет денег просто ты с хорошей установкой полег а там уже все эти вот страхи и все остальное это уже профессионально вот такая вот причем забавно было то что вот вот эти вот моменты какие там были когда люди там узнавали удивлялись тоже классическая уже такая фраза а что ты делаешь я путешествую а круглосветка без денег да ладно да да там же планка повышается потом через какое-то не все но некоторые подумав говорили ну да наверное я бы этого не смог я говорила может это вообще не твоя задача зачем может ты мог ты моги свои было за плечами такая возможность вернуться что в плане если вдруг упрешься никуда то есть ну не движется ничего денег нет назад вернуться не можешь вообще жить то есть что например ты можешь связаться с кем-то и тебе помогут вернуться ну связаться гарантия такая была нет смотри гарантия какая была гарантия была что у меня был интернет и это было не очень хорошо я вот сейчас так понимаю что если отправляться например в путешествие надо вообще вот реально оставаться одному тогда это будет еще жестче проработка себя а телефон у меня не было но по идее там где был фри вай фай я мог бы выйти и кому-то что-то написать потом изначально когда у меня была мысль взять с собой там ну хотя бы там денежку какую-нибудь там долларов сто двести вот чтобы они там лежали да потом я понял но это будет для подсознания отмазка страха уже столько не вылезет карточки банковские мы сказали возьми с собой карточку банковскую да я подумал ну если что там напишешь тебе там накидают денег ну опять такая вот получается некая гарантия некий такой кастырь на который бы я опирался тоже нельзя вся вся гарантия была если что есть интернет но если ты сидишь где-нибудь в густом лесу под пальмой нету никакого вай фая то все гарантии в любом случае возле густого леса под пальмой есть где-то город или поселок а я хотел спросить какие у вас вещи были с тобой какими вещи ну для вас были реально полезными какие оказались не полезными у меня практически не было вещей у меня была сменная только одежда в рюкзаке от такого плана как там фонарики и пирочные ножи и спички там еще ложки вилки и тарелки ничего этого не было бесполезные вещи там медальон какой-нибудь там что-нибудь там типа амулеты ну что-то да а что у вас небо основной амулет есть в интернете видео оно называется рюкзак с кармой в одиннадцать килограмм одиннадцать килограмм рюкзак у меня был ну если написать александр удалов рюкзак с кармой в одиннадцать килограмм там вывалится это там не знаю какие еще видео вывалится ну вот это вот и ты там ну если интересно и там это видео там не знаю там пять минут там я вот стою с рюкзаком и просто вытаскиваю из рюкзака все что там есть показывая что у меня в рюкзаке было то это я когда уже почти обошелся и в Таиланде был мне стали вопросы задавать и спрашивают сколько килограмм у тебя рюкзак я говорю я не знаю потом я там нашел где взвеситься взвесил его на 11 килограмм ну и видео снял чтобы показать чего там было кроме видео то ничего с ним привезли видео фото то есть никакие ну вот чисто физически ну представляешь я бы вот двигался вокруг света и за собой два огольчика бы например тянул каких нибудь сувениров то есть ничего да ни оттуда ничего вообще ни малейшие вещи не считают а вот знаешь все что изначально было и то я уже Леониду подарил я был в ну просто изумительное место оно мистическое и красивое это вблизи Аламагорда в Америке есть такое место городок Аламагорда а близ него есть вай там что-то в общем белое там что-то такое там кусок такой большой типа как пустыня песок белый и он не песок а он как вот как мелкие камушки ну будем считать что песок но он такой белый 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 прям кстати в видео там тоже есть я там снимала там ветрища такое ты идешь вот по этому песку у меня было такое ощущение что я вообще на луну попал такой лунный какой-то такой пейзаж вот и женщина американка которая меня туда возила она когда мы с ней расставались она мне дала такой вот пакетик этот вот зашлепывающийся и в нем был вот этот песок она мне говорит я хочу теперь вот чтобы у тебя был такой я подумал ну ладно да да вот пожалуй вот все потому что знаешь я прикидывал если набирать например да там этим кто-то меня там спросил ну а вы какие магнитики на холодильнике это все понятно если все привезли это было не магнитики просто вот что-то что-то настоящее вот ну да кто-то даже пошутил когда увидел там фотографии видео кто-то пошутил о твоя крутосветное путешествие перешло в межпланетное путешествие потому что уже на луне а кто-то подумал что это снег я там стою такой в джинсах и в футболке а а кто-то мне пишет тебе так не холодно так жара кстати про вещи вот еще ты говоришь в рюкзаке вот это то что в рюкзаке было походу уже было как а походу у меня там например истерлась рубашка под рюкзаком она прям расползлась я только эту рубашку выкинул мне тут же там кто-то подарил другую рубашку там футболка порвалась мне тут же подарили другую футболку носки все изорвались мне там три пары носков подарили причем ну не как бы не я просила а вот такое ощущение ну сверху там смотрели что там у него произошло а ну-ка у кого есть так ребят ну-ка вот сюда фигурки там переставляют по доске кого куда подогнать потом в этой в Австралии тоже у меня вот эта вот куртка которая у меня на синтепоне была она там это я ее забыл в где в Сиднее там жил у одного доктора и когда от него уходил я у него забыл эту куртку и такой раз вечером ночевать холодище что-то такое вообще невозможно а у них почему-то в Австралии в городах я обратил внимание они выставляют из это из домов вещи, мебель обувь потом там еще какие-то там бытовую какую-то технику и прямо вдоль обочины идешь и все это стоит я сначала шел думаю может быть сегодня какой-нибудь вывоз там мусора активный все это выстрелили почему ну и вечер наступает и холодно я вдруг вижу что я куртку забыл там я думаю да незадача думаю ну ладно буду это самое футболочки спальники ну и иду смотрю вот эти вещи какие-то там лежат там какие-то холодильник полки какие-то стоят ну и мужчина выходит из ворот дома я ему показываю это чего а он такой ну берет эту куртку и говорит тебе надо на на билет это вот просто ну все я взял в куртку ну спасибо сам напросился это были были какие-то желания мечты потребности которые не были реализованы в смысле разовые или вообще по всей ты ну то что запомнилось вот ты говоришь захотелось оно пришло а было вот то что нет неважно не смотри разовое разовое однозначно реализовывать если брать по-крупному то вот сейчас уже по прошествии догоняя что-то хотя бы про иностранные я думаю ну что я себе не поставил запрос выучить иностранных сейчас бы разговаривал уже по нормальному не разговариваю нет даже не ставила не ставила не из того что ставил то все наоборот даже больше получил да то есть я поставил какие-то там пункты а потом по ходу я видел что появлялись новые я ей говорю ну ладно пусть вот к этим прибавлял все Саша у меня вопрос я не знаю даже как сформулировать его что-то вынес нематериальное в двух словах ты говоришь возможно все а меня почему-то все отбрасывает к тем к вопросу когда ты не сел к этому мотоциклисту откуда вот берутся исключения из правил как ты их чувствуешь что это все-таки исключения из правил ты отследил какие-то как как в твоей жизни появляется исключения ты действуешь не так как действовал всегда ну если на теле ну на чем я могу если на тело переложить это ощущение это где-то вот здесь вот некое состояние либо тепла и открытости либо сжатия холод и холод ну это вот чисто вот даже на мотоцикл вот так вот было у меня сразу такое сжимание произошло и захотелось вот прям как раз спрятаться и прям холод реально не от того что смерть а просто ощущение холода ну а когда у тебя еще подобные были ощущения может быть вне путешествия я потом пробовал тестировать какие-то там когда возникает вопрос идти не идти делать не делать ну там по пути ну вот я проверял ну не было больше холода просто все время тепло как но было два ну было направление ну идти ну что там вот сюда все-таки тянет идти ну тепло чего вы же себя обманывает ну то есть ты слушал самого себя каждый раз плохо или хорошо только ты слушал себя и всегда не ошибалась да ну вот на теле это вот сжимание раскрытость и холодно тепло а еще какие варианты есть Яна может ты тогда подскажешь какие варианты кроме тепла холода какие варианты слушать себя мне кажется просто это каждому нужно не в голове быть в страхах своих просто ощущение тела слушать именно через тело это не может быть через тело но через тело это обязательно тело оно всегда дает знаки просто мы не всегда умеем их слушать потому что мы все время думаем и боимся и все и вот самое важное это то что он научился слушать тебя и преодолевать свои страхи научился не думать и не пытаться научиться находить разницу между тем что я додумал я сейчас додумал я сейчас спотел у меня какой-то там мурашки по телу научиться находить разницу между мурашками которые от ума или от тела но вот он освобождался от страхов да вот один за другим страхи потом соответственно когда он уже просто идет у него уже в принципе все эти страхи вышли да как бы он просто в потоке находится он доверяет всему он как бы идет и верит да потому что там все будет хорошо и потом просто тело начинает ну сама природа его направляет да уже и он знает что вот этот импульс внутри него это просто какая-то подсказка что сейчас этого делать не надо он себя слушает ему в этом комфортно вот это и есть слушание себя а можно просто взять на этот страх да там сесть и что-то с тобой случится да потому что ты уже первоначально это ощущал внутри себя ну может это то что тебе нужно пережить то что ты себе поставил там целью в этой жизни сделать он поставил цель именно идти в эти страхи поэтому ему было проще а мы нам вообще в принципе очень часто идти на наши страхи а он прям на это шел он не боялся но когда-то он к себе прислушался не ну просто на ну как бы вот происходит с тобой ситуация слушай себя следующее происходит опять слушай себя где-то ты пойма поймаешь свой именно только ты ну как тестирование именно через ну я только знаю чисто знаю что вот так будет да вот без комментариев иногда а вот откуда ты знаешь я даже знала когда на трассе стояла через сколько минут придет машина можно засекать и более того я как как это слепую слепую саши же возрасте уже пошел путешествие возрасте уже осмысленном и много прошедшим знающим а я совершенно без толкова просто как слепой котенок саша говорил и у него это осознанно сегодня доходило вот как ты чё-то с языком с вопросом английский это знаешь очень много у меня сначала поскольку меня воспитывали в логике да там в ответственности прочих вещах у меня действительно было как-то уж от ума вот как надо идти по этой стороне я шла по этой стороне а потом очень много были ситуации они накапливались где-то услышал где-то поняла где-то посмотрела где-то попробовала но эти ни ситуации вот такого покоя жизненного ситуацией как минимум полуэкстремально есть посмотрели дорогу Я рассказывала, когда в начале у мужа легко, когда мы учились в сенсорике, у него легко руками получалось, а я как-то руками слабо чувствовала. Я потом спрашиваю, господи, что я совсем бестолковая? Правда? Молчание. А что, я не совсем бестолковая? У меня сжимается так третий глаз. И с тех пор, в течение полутора лет я пользовалась этим каналом. Люди испугаются, когда они все стремятся. А посмотри мне вот это, посмотри мне. Нет, не надо смотреть, что у вас там. Ищите свой канал. То есть я поняла, что у него руками, а у меня вот так, а потом вообще по-другому. Ну, а тело это надежный вообще канал. Прислушивайтесь и замечайте. Какие у вас? Я рассказываю, как до кармической встречи. Вот просто ноги врастают в землю. Вот здесь комок в горле и слезы отсюда идут. И ноги никуда не двигаются. Пока я не пойму, кто это. Ну, сто раз рассказываю, как тебе думают. Мам не рассказывала? Да, может. Не может это быть. Так, Светлана, я камеру направляю, рассказываю. Ну, пришли его слушать. Про кармическую. Ну, вот мы с Сашей, сколько месяц назад? Когда мы с тобой встретились? В конце Рознеграда, да? Семнадцатого чего-то. Семнадцатого июля. А сегодня? Почти с 22, да? Месяц назад. Ну да. Семнадцатого. Значит. Вот совершенно не за волон побоет. Вот не за ком человек. Вот сейчас там. Я веду такой маленький. А у тебя, кстати, откликнулось или нет, когда я тебе сказал мне за три, что приедет человек, надо... Или я своими словами не смог ничего донести, пока вот ты его в живое не увидишь? Нет. Когда ты сказал, я просто вот умом мне и сердце подумал, здорово, как интересно. Человек такой интересный может прошел вообще. Сразу подумал, а я бы смогла? Не знаю. Ну, в смысле доверие, да, смогла бы. Ну, чисто по физике, я не знаю, там пути Сантьяго сколько шло. Восемьсот километров. Восемьсот километров. Восемьсот километров. Ну, это я просто физически не выдернула. Ну, ладно. Думаю, в его возрасте наверно выдержал бы. А сейчас уже нет. Ну, не страшно. А только по степени доверия. Значит, вот приезжает, Володя знакомит нас с Сашей. Ну, у нас обрыхали глаза. Ну, понимаешь? Я даже не подумал там, знаю. Я просто все, все совершенно, вот сердце открылось. И я понимаю, что с этим человеком я вот просто тысячи лет где-то когда-то бывала. Но самое главное, я поняла, что это совершенно родная душа. И все, и дальше. А потом ты снова, Саша, значит, подвел или Саша сам пришел, не знаю, уже прощаться, да? И он говорит мне ровно то, что я подумала, когда мы встретились. Вот абсолютно. И вот с тех пор мы даже здесь, да, сколько мы там присписывались в подкафе и так далее. Ну, все время идет ощущение. Он, значит, я начинаю говорить, а он продолжает. Говорите хором, да. Или он думает, я озвучиваю это. Ну, это вот… Ну, как вчера сидим, им такая тишина, Света такая говорит. Я знаю, как определить, твой это человек или нет. Это когда можно легко молчать. А я говорю нет. Вот когда человек начинает говорить, а ты уже знаешь окончание фразы. Ты вот сейчас, говорю, только начала говорить, а я знаю. А я уже узнал конец фразы, да. Молодцы. Ну, если вопросов нету, тогда я думаю, что мы это уже сейчас кармически пообменялись, да, очень классно. Поделились друг с другом энергией. Пришли те кому-то нам. Наполнили, да, пространство еще дополнительным светом и любовью. Да, это мужу. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...